Доброе утро, мальчишки! А вот у меня пепока! Ну, вон твоя синенькая пепока! Или ты эту захочешь? Да! Ну, пускай эту. Слово, она чистит. Ты чё? Афонечка, иди же, пакетик тебе мама отдаст. Это тебе маечка и трусики в садик, хорошо? Там в домик, в свой шкафчик положишь. Слышишь меня? Вот мои цветочки тут. Палисадник, конечно, в очень неидеальном состоянии, но я его обожаю. Всё равно. Васильки просто бомба, мне кажется. Скоро уже вот эти вот лилии распустятся. И ещё розы обалденного такого цвета. Вот эти уже скоро осыпятся. Какие-то птички нам поют. На сегодня небо не такое голубое. Пасмурное утро сегодня очень даже. Завтрак, чай, супы, борща-то, ничего. Что-то такое со сметанкой. Короче, всё ватом. Всё включено, да? Так, нарвали мы опять гороху с утра пораньше. С пяти часов. О, три пицца. Девяносто три килограмма, да? Сеять мешков по десять килограмм. Да, Зоечка? Ты помогала? Вот накопала картошки. Сейчас буду чистить на обед картошку молодую. Пока молодая, надо наедаться молодой картошке. Начистила я картошки. Женя как раз привёз немного майонеза. Какое-то такое нестандартное ведёрко выселковское. С Мжаковским не сравнится. Вот и сейчас идём делать утку в духовке с картошкой. А Григорий пока сделал салат, да? Ну, всё. Всё, что осталось, письмо. Накрупнил чуть-чуть, да? Огурцы особенно. Помидорки-то хорошо порезал. Ну, ничего, нормально. Где ещё что-то будет? Так, я сейчас на почту. Там пришли две посылки. Извещание не приносили. Но вот знаете, в Алиэкспресс вот это оповещение. Приходит. Так, сегодня среда. Нужно брать молоко. Вот банку я подписала лаком. Поняла, что это лучше всего. Вот она уточка с картошкой пожарилась. Пока она жарилась, я ездила на почту и в магазин. Так, купила я вот такие овсяные хлопья. Ну, в общем, кашу овсянку с клюквой с яблоком. Очень вкусная. Что ещё? Макфу, спагетти. У дяди Лёни купила крупы. Рис обычный. Рис пропаренный. Хочу пловик сделать. И гречку. И всё, пока всё. Вариант, что утка была в духовке. Она не готовая. Так что ещё раз её замаскиваем в эту бумагу. Для выпечки. И отправляем ещё в духовке. Как бы на обед картошка в духовке. Она-то приготовилась. И салат, который Гриша накрешил частично. Так, а вот и все посылки с Алиэкспресс. Сейчас всё покажу. Первое, что я очень ждала, это вот такая вот гирлянда. На улицу мы её повесим. Здесь получается... Даже не помню, сколько метров. 200. Что это такое? Я сейчас почитаю. В общем, не знаю, сколько здесь метров. Но я думаю, что достаточно много в комплекте. Что шло? Сама гирлянда, которая припаяна к вот этому вот блоку с солнечной батареей. Отдельно вот эта салфи-палка к ней. И ещё четырёк, который тоже одевается сюда. Вот, чтобы воткнуть это всё в землю. И вот так вот. В общем, чтобы это всё находилось. Далее здесь две кнопки. Одна on-off, то есть включение-выключение. И вторая mode. Это разные режимы. Вот в темноте здесь всё отлично вообще моргает. Как проверить гирлянду светодиодную любую? Не светодиодную, а солнечной батареей, которая вот если всё переворачиваем, то есть делаем темно, солнечная батарея, и всё работает. Разные режимы. Всё отлично работает. В темноте всё это вот просто горит и моргает. Я заказывала именно мульти, там, в общем, разноцветные огоньки. Можно заказать только голубые, либо только зелёные, либо только жёлтые. Вот так вот. Выключаем мы её. Сегодня мы её повесим, я надеюсь, на улице. Здесь просто вот такие вот маленькие-маленькие светодиодики, которые припаяны к проволоке. То есть вот эта вот проволока, которая гнётся. То есть можно даже, я думаю, в бутылку, например, засунуть. И как-нибудь бутылку подвесить, и она будет светиться. Так что посмотрим, какая она длинная, не длинная. Вечером сегодня проверим. Выключаем её. Шла она, кстати, просто в пакете, и вот в этой коробочке, которая именно новогодняя. Одна посылка. Это очки. Тоже голубые. Привет. Чтобы у Сержу не были с голубыми стёклами и у детей, и у меня. Так что вот, в общем, теперь мои все голубые. Вот взамен моей подвески и цепочки. Как-то цепочка порвалась. Я её тоже в Китае заказывала. Наподобие вот такого же вот пришёл. Мне ещё один, не знаю, как это сказать, подвеска, в общем, с цепочкой. Вот такая вот тоненькая цепочка. Не помню, за сколько. Ссылки оставлю внизу на все товары. И вот такой вот камушек. Прям достаточно крупный. Цепочка не очень длинная. Что мне нравится. Мне нравится, когда именно с вот таким вот камушком, именно под шею. Но здесь есть регулировка. Вот обычный замочек. Вот камушек, он на такой вот некой подставочке. То есть он сам очень интересный. Он достаточно крупный. И он на вот такой вот... Как бы подставочки. И он достаточно такой большой. Вот так что буду носить. Тоже пока не порвётся. А потом закажу ещё одну такую подвеску. Я их ношу вообще постоянно. Не снимая даже. И ещё кошелёк. Я очень его ждала. Он оказался очень здоровским. Был ещё ремешок. Видите, чего-то. Сейчас посмотрю, где он. В общем, вот сюда вот крепится ремешок. Был упакован бумагой. Обёрнут в пакет. Вот. Григорий здесь уже всё смотрел. Одно отделение. Достаточно широко открывается. То есть для мелочи, можно сказать. Здесь всё работает. Все молнии работают. Просто одной рукой неудобно. Здесь какая-то такая типа кожа жжа. Замо. А здесь лакированная. Здесь более матовая. Так. И сейчас его ещё открою. Одно отделение. Здесь два отделения. Вот. А здесь отделение, в котором есть отделение для карточек. Вот так вот. Мне очень нравится. Как буду носить. Расскажу, как он в носке. Но пока мне очень нравится. И по качеству нигде ничего не торчит. Всё хорошо прошито. Молнии работают. Единственное, я думаю, что нужно сразу плоскогубцами попросить жжу, чтобы он вот эти вот кольца, которые, вот здесь три, я думаю, их даже можно убрать, потому что для меня чересчур они как-то звонко звенят. Думаю, что по одному кольцу бы хватило. И хорошенечко их, чтобы они не открылись, хорошенечко их защипить плоскогубцами или чем-нибудь, в общем, придавить, да, чтобы они не открылись. И так мне всё очень нравится. Можно носить и как кошелёчек, и как клач, потому что есть вот здесь вот ремешок. Так, ещё кое-что хотела сказать по поводу Алиэкспресс. Я уже не знаю, сколько, когда я забрала этот рюкзак. Неделю или полторы назад вот этот вот красненький рюкзачок, который мне безумно нравится. И по качеству он очень хорошо прошит, везде нигде не торчат нитки, хорошо прошиты лямки, которые не растрепаются и не оторвутся. Везде всё хорошо пришито, молнии очень качественные. В общем, он мне нравится вообще очень и очень. Вот я бы хотела посоветоваться с вами, если вы хотите, чтобы я его разыграла. Ну, не этот именно, я, в общем, где-то с 15 по 20 зарплата на YouTube. Ну, как бы, да. Вот я, давайте до 15 числа мы выберем, какой цвет рюкзака заказать для розыгрыша. Вот, там есть несколько, которые мне прям... Ну, есть чёрный, вот этот красный, точно есть такой рыженький, коричневый. Очень тоже классный, мне кажется, цвет. И синий. Остальные, ну, не помню, какие там ещё есть, но ссылку оставлю и на рюкзак тоже. Вы зайдёте, посмотрите, и в комментариях я напишу комментарии с цветами рюкзака. И тот комментарий, который наберёт больше всего лайков, вот такого вот цвета рюкзак я и закажу. Получается, где-то он идёт месяц, то есть через месяц мы его разыграем. Вот, мне кажется, будет здорово, потому что такая классная штука, которая, мне кажется, пригодится всем и в школу, и девушкам, и если что, то его можно подарить, потому что очень качественный рюкзак. Так что напишите, как вы на это смотрите, а я в комментариях напишу цвета. И вы выберите один цвет большинством, и я его закажу. Вот, в общем, всё, всем до завтра. Брешу, не до завтра. Сейчас пойду мыть посуду. Пока родителей нет, поубираюсь на кухне, здесь в комнатах немножечко, потому что они приедут, будем ещё из-за делень. И мне ещё сегодня на карате с Григорием. Я очень рада. Мне прям очень хочется, несмотря на то, что всё болит. Спина болит, руки и ноги, в общем, всё. И даже, причём болит, знаете, что, передняя часть ноги, то есть нигде, как это, икра, только спереди. Я вообще не знаю, что там за мышцы, которые болят. Вот так вот. Но я терплю. Мне прям это интересно, на что же я способна. Всё, вы тут, Григорий, играете? Заюничка приехала, тоже поспала дома. Да, зайчка? Ооо, Гришка, в ногу отбил зато гол. Мне Даша тут дала, аж крест тут остался. Заюнь, ты только отходи, хорошо? А то сильно мы тут бьём. Угу. Что такое, Сан? Не гол. Кусики не будут читаться. Уже скоро эти кустики поспеют. И крыжовничек уже набиваются. Чупа-чупс надо купить? Кому? Кому надо чупа-чупс? Тебе? Скажи, Зоенька, сорок шесть. Саша укатила? Саша, да? Господи. Когда тебя мама подстрелила? Жара такая? Марсик. Скажи, Марсик. Марсик. Марсик, да. Мы тут взяли укропа. Это наш горох. Мешка. Петрушка. Пошли, Заюня, собираться на каратэ. Пошли. Заюня кушает у нас клубничку. Да, Заюнячка? У Гришки здесь уже кукуруза. Прям ряд очки видно. Повсходила. На огороде. Стой. Стой. Да, Шелеска, прям. Да. Пошли. Иди мне рассказывай. Где ты был? Рассказывай мне. Ты что сегодня в садике делал? Да, вот твое ням-ням. Садись, вот твой омлет. Я саду, что пойдет. Ну да. Расскажи мне. Ты что говоришь? Сказал, чтобы больше фотографировался. Понял? Сегодня не захотел фотографировать. Все? А у него не чмень он подлазил. А я не знаю, да? Красненькая. Это плыло. Ну расскажи, ты спал? Как дела? Привет. Привет. Ты мне расскажи, ты спал или нет? Да. А как ты спал, расскажи. Мама тоже. А? Что? Ну возьми. Заходит что-то вообще, поэтому мы решили, что нас Сержу не отвезет. Я сейчас приехала с Гришей с тренировки. А тут такая красота. Тучи, слава богу, ушли, потому что были очень черные. Я тут теперь любуюсь цветами. Васильки вообще так раскрылись. Тадика пошел мне кушать. Ты хочешь кушать? Мама, ну я с тебя много работаю. Нет. Ты его что, опять почесать хочешь? Мама, ну что там растет? Нет, трава растет. Наташа, не надо туда лезть. Ну, 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 ну. Хорош. Да тихо ж ты. Это корабль. Держи. Рекс? Рекс кушать идет? Да? Он хорошо себя вел сегодня? Да, ага. Ты он смороченного плетит. Да я же думаю, что бы мне оплести вот этой вот гирляндой. Все, нет, ходил гулять, хорошо сидит. Молодец. А тут небо какое обалденное вообще. Столько розового. Супер. Вот тут распутываем эту гирлянду. Потому что я, во-первых, начала ее неправильно. И теперь нужно прям постараться ее распутать. Потому что проволока тоненькая. Это, короче, как сетку, да, рыбацкую. Хорошо только, что свечится. Нету самолета? Это, конечно, тучи же на небе. Самолета не видно. Хотим здесь вот виноградник заплести. Тут никак вообще, да? Да. Ну, сейчас будем пробовать, да? Да. Ну, это достаточно длинная, да, такая? Такое вообще не понимаю. Как я могла запутать? Все, развесили мы гирлянду. В общем, вот так вот. Теперь у нас будет светиться. Она, несмотря на то, что на проволоке, достаточно прочная. Потому что я ее перекручивала два или три раза туда-сюда. Поэтому все в порядке, все работает. Все лампочки работают. Вот у нас здесь сам этот блок стоит. И мне очень нравится. Вот и снутри тоже в беседке видно. Ну, что, все, все в доме. Комары. Вообще, вот сегодня я заметила, что очень много комаров. До этого как-то меня так не кусали комары. Все, сейчас пойдем мыться. Завтра с утра нужно обязательно поехать за таблетками для посудомойки. Потому что посуду мыть некогда. Завтра мы опять вяжем зелень. Блин, я вся покусанная комарами, пока вешала эту гирлянду. Вот. В общем, обязательно выбирайте цвет рюкзака там в комментариях. И я напишу цвета, которые там есть. И обязательно закажу. И будет конкурс на канале. Вот. Мне кажется, будет приятно победить. И надеюсь, что победит тот, кто действительно смотрит канал. Он не какой-то случайный такой прохожий. А именно тот, кто смотрит нас, комментирует. В общем, надеюсь на это. Но это будет аж через месяц. Ну, вот так вот. Ну, ничего страшного. Лучше поздно, чем никогда. Ну, почему-то мне так захотелось поделиться с вами чем-то таким. То, что мне понравилось. Действительно, очень редкие вещи. С Китая прям очень нравятся. Есть какие-то недостатки. Что-то там не так. Даже если ты не знаешь что, но что-то не так. А здесь прям все идеально. Очень клевый рюкзак. Поэтому обязательно выбирайте цвет. И закажем. Я закажу. Вот. Так что на сегодня все. Афанечка, иди скажи всем до свидания. Иди скажи всем камере до свидания. Там темно. Там темно. А мы завтра в садик идем? Не. Не. А почему? А деда ходу. До деда пойдем. Еще два дня тебе в садик. Еще и выходные, да? Да, деда. А расскажи. Ты сегодня даже не захотел фотографироваться, да? Да. А тебе говорили? Да. А ты что сказал? Она на августе. Ты сказал, не надо меня фотографировать, да? Молодец. Она на дома августе. Дома сфотографируют тебя, да? Да. А мы это. Посмотрим, кто же там Антоша был, да? Там он в садик. Антоша фотографировался? Не. Да. 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 Антоша там его одевали, он был красивый, да? Что-то у тебя вечно тут грязное. Пойди помой вот тут возле ушка. Что это такое грязное? Иди умывайся. Будем сейчас, кстати, мыться уже пойдете, да? И здесь я помыть. И я. И папа. И папа. Все будут мыться. В общем, всем до завтра. Увидимся завтра. А пока. А мне лаги скоро. Да. Два дня, скажи. А деда мне. Потом до деда, да? Да. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok